Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Мы с вами все гордимся, что Юрий Алексеевич как-то жизнью сложилась, что она каким-то образом судьбой провела через наш город Люберц. В Люберцах состоялся торжественный митинг в честь Дня авиации и космонавтики. У нас по 7-8 выездов бывает в день выезжает, особенно в выходные и праздничные дни. В городском округе прошел смотр пожарной техники. В больших концентрациях попадают в почву, плюс еще образуются опасные соединения, а вот это уже для нас с вами опасно. Как избавиться от устаревшей техники без вреда для экосистемы в репортаже Григория Ворванина? Соперник очень хороший, заставил попотеть. Турнир по боксу у меня Островерхова завершился. Как прошел финал, знает Луиза Идиазарян. А теперь подробнее об этих и других новостях. В честь Дня авиации и космонавтики в Люберцах прошел торжественный митинг. Представители общественных организаций, студенты и жители округа собрались у памятника Юрию Гагарину. Монумент первому космонавту установлен напротив техникума, носящего его имя. Память героя Советского Союза почтили глава Люберец Владимир Ружицкий, депутаты Московской областной думы Игорь Каханы и Дмитрий Дениско. Мы с вами все гордимся, что Юрий Алексеевич как-то жизнью сложилась, что она его каким-то образом судьбой провела через наш город Люберц. Я вас поздравляю всех с праздником. Мы гордимся своей историей. Я искренне желаю, чтобы кто-то из вас впоследствии поразил космическое пространство. По инициативе местного отделения партии «Единая Россия» на электронном билборде напротив техникума имени Гагарин разместили фотографию легендарного космонавта. 12 апреля профессиональный праздник не только для космонавтов, но и для людей, которые обеспечивают безопасный и комфортный полет во Вселенную. Коллектив научно-производственного предприятия «Звезда» устроил в честь дня космонавтики концерт. На торжественное мероприятие пригласили и нашу съемочную группу. 2 октября и 12 апреля. Две значимые даты для сотрудников «Люберецкой звезды». Первое – день рождения научно-производственного предприятия, а второе – то, ради чего оно создавалось. Работа компании направлена на то, чтобы экипажи воздушных суден и космических кораблей возвращались после полетов в целости и сохранности. В день авиации и космонавтики коллектив предприятия вспомнил о подвиге коллег, которые первыми в мире открыли путь к звездам. Сейчас сложно представить, как в тех условиях, за такое короткое время, без компьютеров, без интернета, без 3D-моделирования, всяких программ, можно было в том корпусе, где у нас находятся третьи-четвертлицы, создать такую удивительную, замечательную технику. На предприятии, история которого началась почти 70 лет назад, сейчас работает более полутора тысяч человек. Для Людмилы Горюхаловой звезда – единственное место работы. Здесь она трудится уже полвека. Я вообще горжусь тем, что я вот столько лет проработала на этом предприятии, никуда не уходила. С удовольствием хожу на работу. До сих пор, конечно, это большой праздник для нас. Я помню вообще, вот в 61-м году, когда полетела Гагарин, это был просто необыкновенный праздник. Знаки отличия за доблестный труд получили 8 сотрудников предприятия. Лучших специалистов отметили также почетными грамотами и благодарственными письмами главы городского округа Люберцы. То, что на территории Люберец, Люберецкого городского округа в прошлом районе, находится замечательное предприятие. Оно эксклюзивное, единичное предприятие «Звезда». Я вам скажу, это гордость Люберец. Это гордость нашего Люберецкого края. В адрес коллектива прозвучали слова благодарности и от российского космонавта Александра Лазуткина. Системы, созданные на звезде, неоднократно спасали ему жизнь во время полетов. А его коллега, космонавт-испытатель Владимир Северин, поделился детскими воспоминаниями, связанными с Юрием Гагариным. В 1963 году, тогда мне было 7 лет, мы жили в Жуковском. Как-то я, болтаясь во дворе, вижу, въезжает папина Волга, а следом три черных Волги. И выходит папа, а следом Гагарин, Попович, Леонов, Беляев. Меня позвал Гагарин, посадил на коленку к себе и сказал, Вовка, ты кем хочешь стать? Конечно, что мог сказать мальчик в то время? Космонавт. Ну, сказал он, будешь. Сотрудники предприятия, в свою очередь, порадовали гостей вокальным исполнением. Некоторые песни собственного сочинения. Научные специалисты показали себя в этот праздничный день с другой творческой стороны. Надежда, твой дом под земной, удача награды засмирилась. Луизия Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А помните, каким он парнем был? В Люберецком техникуме имени Юрия Гагарина прошло торжественное мероприятие, посвященное 60-й годовщине со дня первого полета человека в космос. В праздники поучаствовали студенты, космонавты, первые лица округа. Даже 70 лет спустя выпускника тогда ремесленного училища знает каждый студент и преподаватель Люберецкого техникума. Именно здесь Юрий Гагарин окончил школу рабочей молодежи и освоил первую профессию литейщика-формовщика. Мы надеемся историей нашей страны, мы надеемся историей нашего техникума. Стал бы Юрий Алексеевичем космонавтом первым, не обучаясь здесь, в стенах этого училища. Потому что мы так устроены по жизни, что кто-то должен дать импульс, зажечь этот огонек. И я думаю, что Юрий Алексеевичу этот огонек был как бы дан, или импульс, мотивация в стенах этого училища, сегодня техникумы. На праздник в техникум имени Гагарина приехал герой Советского Союза Александр Ловейкин. Летчик-космонавт признался, всегда грезил небом и полетами. 12 апреля 1961 года его мечта окрепла, но уже мечтал о покорении космоса. В феврале 1987 года Александр Ловейкин стал космонавтом номер 61. На орбитальной станции «Мир» он провел 174 дня. На борту нашей станции «Мир», на которой мы летали, Юрий Романенко, и когда летали другие экипажи, и позже, и сейчас на Международной космической станции всегда висит портрет Юрия Алексеевича Гагарина и Сергея Павловича Королева. И такое ощущение, что иногда я так смотрел на этот портрет, как будто он так смотрит на нас и говорит, «Ну что, ребята, я сделал первый шаг, а дальше работать вам». С юбилеем первого полета человека в космос, собравшихся от лица партии «Единая Россия», поздравила депутат Государственной Думы Лидия Антонова. Ставьте высокие цели в жизни. Вы учитесь в прекрасном городе, вы учитесь в прекрасном колледже, действительно одном из лучших в Подмосковье. У вас есть все возможности стать хорошим, умным человеком, который создаст свою жизнь и сделает свою жизнь счастливой, значит, сделает счастливой свою семью и сделает счастливым наше государство. Поэтому несите образ Юрия Алексеевича в своем сердце, гордитесь тем, что вы гагаринцы. В преддверии Дня космонавтики 12 лучших учащихся Люберецкого техникума имени Гагарина приняли в ряды гагаринцев. Удостоверение и нагрудный знак им вручили Лидия Антонова и Александр Ловейкин. Мы обещаем быть примером в учебе, настойчиво овладевать профессией, в совершенстве постигать секреты рабочего мастерства. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Мы первые. В рамках федерального партийного проекта «Единая Россия. Историческая память» на театральной площади Люберец состоялся флешмоб. Учащиеся гимназии номер один выстроились в форме цифры 60, символизирующей годовщину со дня первого полета человека в космос. А ровно в 13.00, повторив легендарную фразу, произнесенную Юрием Гагариным перед стартом, космического корабля «Восток-1» в небо запустили ракету. Символично, что она взмыла именно 60-летие первого полета человека в космос. И мы, как всем известно, Юрий Алексеевич Гагарин учился на этой земле, постигая рабочую свою профессию. Прошел закалку тут трудовую. Бывал и в Люберецком дворце культуры в нашем. Поэтому именно отсюда мы решили сделать этот символический старт. Сколько длился первый полет в космос и ближайшая к Земле звезда? В Люберцах прошел первый в истории космический диктант. В нем приняли участие более ста человек. Мой коллега Григорий Ворванин пообщался с теми, кто решил блеснуть космическими знаниями. Организовать и провести космический диктант решили сотрудники центральной библиотеки. Они же придумали задания для взрослых и школьников. Именно учащиеся Люберецких гимназий и техникумов первыми писали космический диктант. Вопросы условно разделили на три блока. Астрономия, полет человека в космос и эссе на заданную тему. У участников было 45 минут. Многие справились гораздо быстрее. Теперь все нужно читать, узнавать. Это достаточно интересно. И я тоже увлекаюсь. Интересно. И астрономия у нас преподается на первом курсе. Много фильмов смотрим. Сложные вопросы были? Сложные вопросы, да, там парочку было. Но так прям первый блок был вообще очень легкий. После за парты сели представители общественных организаций, воспитатели детских садов, активисты молодой гвардии. Вопросы для них сложнее. И это тот случай, когда знать и помнить разные вещи. Мне понравились все вопросы, потому что они на самом деле охватывают этот процесс запуска. Ну и немножечко предыстории перед запуском. Ну и имена самые те, которые для нас дороги. Первый космический диктант показал. Люберчане знают о звездном небе, космосе и истории ракетостроения не только из школьных учебников. Поэтому организаторы уверены, следующий диктант обязательно состоится. У нас в Люберцах много рождается интересных идей, которые потом подхватываются. Вначале в области, потом другие города. Я надеюсь, что у нас все получится, дебют состоится. И диктант подхватит и другие регионы и города. Каждому участнику вручили сертификаты. 15 апреля после подсчета результатов станут известны имена лучших люберецких знатоков космоса. К 60-летию первого полета человека в космос в Люберецкое районное телевидение организовало конкурс имени Гагарина. Как проходило мероприятие, расскажет моя коллега Айтар Чирагова. Представь, что там бабушка твоя. Бабушка тебе не строгая? Михаил Лагутин в телевизионной студии впервые и сразу в качестве ведущего. Когда папа спросил Юра, как ты все успеваешь? Рассказать зрителям ЛРТ интересные факты из жизни Юрия Гагарина решился Михаил Лагутин. Его, как и других призеров конкурса, пригласили на съемки видеороликов. Когда папа спросил у Юры, как ты все успеваешь? В ответ услышал, главное правильно распределять свое время. Полторы минуты славы на ЛРТ в качестве награды получили все дипломанты конкурса имени Гагарина. Ребята рассказывают телезрителям интересные факты из жизни Юрия Алексеевича в Люберцах. Иван Ронов вспоминает, он всегда приходил с площадки или с дистанции, мокрым от пота, валился от усталости, а лицо его село радостью. Победили, Николаевич! Кричал он физруку. О герое Советского Союза написано много книг и статей. Но периоду жизни с 1949 по 1951 годы, когда Юра учился на летейщика-формовщика и проходил практику на заводе имени Ухтомского, говорят, не часто. Особое внимание в творческих работах ребята уделили именно этим годам. Люберецкие школьники при подготовке к конкурсу открывали для себя новые, малоизвестные факты из жизни прославленного летчика. Гагарин чуть не бил кактусы, а я кактусы тоже очень люблю. Я прям поняла, что это прям родной мне по душе человек. У меня впечатления только положительные. Я очень рада, что здесь поучаствовала, поиграла. В ремесленном училище Юрий сдружился со своим земляком Тимофеем Чугуновым. Вместе окончили школу рабочей и молодежи на «Отлично», что подтверждают сохранившиеся газетные публикации. Вместе отправились учиться в саратовский технику. На 60-летие Тимофея Андреевича ждали в Люберцах, но жизнь внесла свои коррективы. По состоянию здоровья я присутствовать не смог, но всем сердцем и душой я с вами. Из Люберецкой картинной галереи победители конкурса отправились в музей завода «Звезда», где хранится скафандр Юрия Алексеевича Гагарина. Экскурсию провел ветеран предприятия, конструктор Николай Иванович Дергунов. Из какой ткани шьют космическую одежду? Как космонавты облачаются в скафандр весом более 100 килограммов? У ребят была уникальная возможность узнать ответы на эти вопросы из первых уст. Потом приехали в 93-м году американцы, говорят, нет, давайте все вместе, вот давайте там, она пусть будет международной, ну, сделаем. Но на самом деле это станция наша, советская, российская. Ястреб, Беркут и Орлан – это не только названия птиц, но и модели космических скафандров. До сих пор американские астронавты заказывают скафандры на Люберецком заводе. Предприятие, образованное в 1952 году, все эти годы остается лидером в своей области. Вот обратите внимание, я специально говорил, мы первые в этом, мы первые в этом, мы первые в этом. У нас огромное количество ученых, у нас великолепная наука, великолепная. Впечатления превосходные. Мне очень понравился экскурсовод, видно, что человек увлечен своим делом, он прям живет космосом. Мне очень понравилась экскурсия, много я за свои 13 лет и даже не знала. А сейчас я все полностью запомнила, он очень интересно информацию дает, что интересно даже родителям и детям. Конкурс имени Гагарина провели в трех номинациях – рисунок, эссе и свободная форма. Жюри отсмотрело более 50 творческих работ. Ребята рисовали, пели, представили цирковые номера и видеоролики. Но главное – приобщились к истории нашего округа и познакомились с единомышленниками. В ответ на письмо друга Юрия Гагарина – Тимофея Андреевича Чугунова – все участники конкурса вместе с организатором Еленой Кирсановой записали видеообращение. Его отправят в город Служноуральск, Челябинской области. Уважаемый Тимофей Андреевич, люберцы шлют вам горячий привет. Смотрите, как участники конкурса вас приветствуют. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Место, где можно дотронуться до звезд – таков девиз космического парада. Праздник организовали в детском саду номер 9 «Космос». Подробнее в нашем сюжете. С днём космонавтика! Так поздравляют юные люберчане, нарядившись в костюмы звездочек, космонавтов и планет. Парад посвящен 60-летию первого полета человека в космос. А сейчас у нас начинается большое шоу космическое «Инопланетные гости». Я думаю, что будет очень интересно. Пришли родители поздравить нас и деток. И я думаю, что мы сейчас будем наслаждаться нашим космическим полетом. Завести моторы! Есть! Завести моторы! И полетели. Оказавшись в космосе, дети узнали обо всех существующих планетах. Родители юных люберчан помогли в организации космического парада и поздравили с круглой датой. Здесь деток готовят как будто в космонавты, потому что всё у нас по расписанию. И питание правильно, как в космическое. А ещё с воспитанниками провели танцевальную зарядку и тематическую викторину. Айтар Шчерагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. День космонавтики отметили в Доме офицеров. О том, как участники организации «Дети войны и память» отпраздновали 60-летие первого полёта человека в космос. Смотрите прямо сейчас. Перед нами небывалые пути. На космической орбите собрались молодёжь и старшее поколение. Наша задача, как я вижу, как я понимаю, традиционными встречами сохранять память, сохранять вот эти традиции. И так, чтобы это была мотивация у наших детей, к чему стремиться, что сделали предстоящие поколения. На мероприятие пришла почётная гостья – Валентина Пономарёва. Она была дублёром лётчика-космонавта Валентины Терешковой. Я счастлива тем, что и Гагарин, и Титов – это всё люди, которые были в моей жизни. Я приехала в профилакторий, а утром мы пошли в лётную столовую на завтрак. И вот они все входили в столовую в форме. Лётчики все были. Поздравить старшее поколение с круглой даты приехали люберецкие кадеты и школьники. Айтад Шчерагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Орге продолжается месячник по благоустройству. На субботнике во дворы и парки вышли около 10 тысяч жителей городского округа. Территория в посёлке Томилино, где нужно навести чистоту, огромная и в одиночку не справится. Поэтому на субботник жители вышли всем домом. Подрезали кустарники и убирали мусор. Кипела работа и во дворах. Во время субботника жители многоэтажек вместе с сотрудниками управляющей компании очистили газоны и покрасили скамейки. А это уже лесопарковая зона в микрорайоне Зенино. Любимое место отдыха горожан. Очистить территорию от сломанных веток, банок и бутылок вышли трудовые коллективы города. Помочь лесу, природе, убраться, привести город в порядок и наслаждаться сегодняшней погодой, обстановкой и всем остальным. Дмитрий Бас с семьёй решили провести выходной день на природе, пожарить шашлык. Житель Люберец признался, после пикника всегда убирает весь мусор. У нас с собой всегда находятся пакеты для мусора, чтобы мы потом могли убрать в контейнер. Потому что каждый должен следить за порядком и за чистотой. За несколько часов обширная часть лесопарка, а также территория вдоль улицы Вертолётная были очищены. Собрано несколько десятков кубометров мусора. Грязи, мусора много. Это пакеты, бумага, какие-то, скажем, такие отходы, где там кто-то обувь какой-то притащил. Либо пакеты самые разные, полиэтиленовые, бумажные. И здесь всё пестрит. И вот, конечно, сегодня я проехал здесь же, по Зенецкому шоссе, кое-где убрано, а в целом нет. И стоит задача в этом плане навести порядок. У нас в перспективе ещё два субботника. Желательно за неделю избавиться от грязи и мусора. Желательно. Я жителей приглашаю на следующий субботник. Они пройдут 17 и 24 апреля. Перчатками, мешками для мусора, граблями и мётлами, желающие навести чистоту в городе, будут обеспечены. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В 2020 году завершились первые два этапа благоустройства Малаховского озера. В этом году масштабная реконструкция зоны отдыха продолжится. В ближайшее время планируется закольцевать тропиночную сеть вокруг водоёма, установить на территории парка туалетные модули и приступить к работам по очистке озера. Сейчас активно прорабатывается вопрос о размещении в парке точек общественного питания и торговли. И мы сегодня эти вопросы тоже обсудили, в том числе с инициативной группой. Мы отдельно эти вопросы введем на совет парка. А дальше мы объявим конкурс-аукцион. Он будет открытый, публичный. Поэтому здесь задача, чтобы здесь было красиво, уютно. Ну, по крайней мере, чтобы люди получили удовольствие от того, что здесь происходит. Напомню, благоустройство Малаховского озера началось осенью 2019 года. На территории парка обустроили тропиночную сеть, велодорожки и входные группы. Установили детские, спортивные смотровые площадки и малые архитектурные формы. Также в рамках проекта проведен капитальный ремонт дамбы. Школу построили в микрорайоне Тамилина парк. Учиться в новом учебном комплексе смогут 1100 детей. Подробнее о текущих работах расскажет наш корреспондент. На сегодняшний день завершили большую часть строительно-монтажных работ. Приступили к благоустройству и поставке оборудования. Фактически будет стройнадзором государственным проводиться итоговая проверка для подтверждения того, что объект построен в соответствии с проектными решениями, действующими нормами и стандартами. И параллельно будет идти передача объекта эксплуатирующей организации. В состав учебного комплекса вошли три корпуса – общешкольный для средних и старших классов и начальная школа. Оценить текущие работы приехал Владимир Ружицкий. Я думаю, что где-то под 90% готовность школы. У меня нет никаких сомнений, что эта школа в ближайшие месяцы будет завершена. А дальше идет оформление документов, получение лицензии, чтобы 1 сентября школа могла открыть свои двери. В общешкольном корпусе построили медицинские и спортивные блоки, актовый зал, столовую, библиотеку и административные помещения. Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах реализуется приоритетный проект «Доступная среда». В прошлом году для малобобильных граждан адаптировали 115 объектов. В их числе оказалась школа-интернат номер 3 «Развитие». С воспитанниками и сотрудниками учреждения встретились мои коллеги. Хорошо. Молодец. А теперь вот этой ручкой мягкая трогаешь, а вот этой – шершавая. Семилетний Демир поступил в школу развития в сентябре прошлого года, как раз после масштабного переоборудования образовательного учреждения. Успехами мальчика довольны и педагоги, и мама. Спустя 8 месяцев обучения прогресс налицо. Ребенок с удовольствием бежит в школу, стал усидчивый, стал заинтересован в том, что он видит, как они обучаются. Очень интересно и очень ему нравится. Добиваться таких результатов помогают современные технологии. В школу поступила большая партия интерактивного и развивающего оборудования. Теперь занятия проходят в более интересной игровой форме. Отлично. Великолепно. Позаботились и о том, чтобы всем учащимся было удобно передвигаться по территории школы. Установили поручни, тактильные таблички и плитку. Нанесли напольные указатели. В школе появились наклонные скамейки, коляски и столы с механической регулировкой высоты. Доступная среда для каждого воспитанника. Обучается 133 ребенка с определенным диагнозом. Из них 57 человек инвалиды. И также здесь интернаты 40 человек, которые проживают с понедельника по пятницу. В 2020 году при появлении доступной среды очень сильно возросли эффекты обучения таких детей с различными залогами, которые в нашей школе обучаются. Приоритетный проект «Доступная среда» реализуется на территории городского округа Люберцы с 2017 года. Его главная цель – обеспечить беспрепятственный доступ людей с ограниченными возможностями к социально значимым объектам. Дворовые территории, подъезды, дорожно-транспортную инфраструктуру, а также учреждения торговли, культуры, образования и спорта сделают максимально удобными для маломобильных граждан. Луиза Игезарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберецкой областной больнице начал работу Центр амбулаторно-онкологической помощи. Он разместился на базе поликлиники номер 6. Какие функции выполняет новый медицинский комплекс, сейчас расскажем. Теперь жителям городского округа Люберцы не нужно обращаться в другие города для получения тех или иных услуг по онкологическому профилю. Качественную, своевременную и доступную помощь оказывают здесь и сейчас. Ранее выявление, диагностика и лечение онкологических заболеваний. Работа по этим направлениям сосредоточена на одной площадке. В Центре амбулаторной помощи ждут пациентов как с подтвержденным диагнозом, так и с подозрением на рак. Проходило обследование у хирурга, обнаружили родинку подозрительного характера. И врач сразу же записал меня сюда, чтобы я обратилась и прошла обследование. Записалась очень быстро, не пришлось мне очень долго ждать. Сегодня направили, сегодня я и записалась. В Центре представлены все виды эндоскопических и ультразвуковых исследований. Есть собственная лаборатория, компьютерные, магниторезонансные томографы. Для пациентов, которым необходима противоопухолевая терапия, открыт дневной стационар на 10 коек. То, что создано такое отделение онкологическое на базе Люберецкой областной больницы, это очень правильно, потому что заболевшие есть и порой каждая минута имеет значение. Поэтому желательно, чтобы максимум лечения человек получал по месту жительства. После проведения всех обследований и подтверждения диагноза каждый пациент направляется на онкоконсилиум. Тактику и методы лечения определяет группа специалистов. Штат врачей находится в стадии комплектации. У нас работают как сотрудники Люберецкой областной больницы, так и привлеченные специалисты. Мы привлекаем специалистов по тем профилям, которые раньше не присутствовали в нашей больнице. Положим, это онкоурология, это тракальная онкохирургия, это онкопрактология. Направление в Центр амбулаторной онкологической помощи дают участковые терапевты или узкопрофильные специалисты. Услугами нового медицинского комплекса уже воспользовались около 200 пациентов. Луиза Игязырян, Пётр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. Автопарк Люберецкой подстанции скорой помощи пополнился на 26 машин. Партию новых транспортных средств медики городского округа получили от губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Современные кареты врачей, приходящих на помощь первыми, оценили и мы. Валерий Тарасов – водитель скорой помощи со стажем. Застал времена, когда на вызовы ездили на машинах старого поколения. Со временем техника совершенствовалась. И вот очередное обновление. В сидении можно положение разное уже сделать. Не так, как в предыдущей машине. Вот удобно. Подлокотник удобнее. Очень комфортно. Кондиционер будет летом. Это очень большой плюс. Жарко не будет. Плюсы в новых машинах заметили и медики. Они значительно выше, что позволяет работать в полный рост. К тому же под рукой всё самое необходимое для спасения пациентов. Дефибрилляторы, мониторы для интенсивной терапии, востребованные сегодня аппараты ИВЛ и кардиографы, оснащённые функцией кардиопульта. Фельдшерские бригады, которые не могут правильно расшифровать кардиограмму, они могут эту кардиограмму отправить на кардиопульт, где находятся кардиологи. Могут посмотреть, сказать, что там на данной кардиограмме, дать рекомендацию. Новые машины пришли на смену старым, которые уже отработали свой срок. На сегодняшний день весь автопарк скорой помощи Любереца, это 35 единиц спецтехники, обновлён по последним стандартам. У нас Люберецкая подстанция с подчинёнными постами и подстанциями, это 34-35 круглосуточных бригад. И у нас за последний месяц весь парк, все автомашины, все сейчас новые, на базе Форт Транзит. На оперативность медиков повлияют также планшеты. Специальными гаджетами будут оснащены все бригады скорой помощи. Врачи получат карту вызова с полной информацией о пациенте, а при госпитализации больного система позволит выбрать ближайший стационар. Лаборант, фармацевт и фельдшер в Люберецком филиале Московского областного медицинского колледжа номер 2 прошла ярмарка вакансий. Будущие выпускники пообщались с потенциальными работодателями и узнали, как в современных лабораториях берут анализы и каким оборудованием укомплектованы реанимобили скорой помощи. Через несколько недель, пока ещё студентам медицинского колледжа предстоит решить для себя один важный вопрос. Где начать карьеру медика? Анастасия Синёва после окончания учёбы хочет работать в реанимации. Девушка уже изучает вакансии. В первую очередь рассматривает те больницы, где проходила практику. В Люберецких медицинских больницах. Также я ещё проходила практику в Воскресенской больнице. Год назад Элина Сагендикова точно так же решала, где будет работать. Во время пандемии ей и другим студентам колледжа предложили поработать фельдшерами. Девушка согласилась и не пожалела. Признаётся, работу на скорой теперь не променяет ни на какую другую. Как говорит мой фельдшер, зачем тебе это нужно? Это страшно, конечно. Но бывают такие случаи, что после выхода из больницы, просто выдыхаешь воздух и понимаешь, что ты вот в той части от тебя, что зависит жизнь человека. Это реально, это адреналин, это просто ни с чем не сравнимо. Ольга Дементьева тоже выпускница колледжа. Окончила его в 2000 году. Ещё во время учёбы начала работать в аптеке. Поэтому после получения диплома вопрос трудоустройства был неактуален. Мне было уже проще. Своего рода был уже карьерный рост, так скажем, с начальной позиции обычного продавца-консультанта до руководителя аптеки. В соседнем кабинете будущим лаборантам рассказывали о преимуществах работы в современных диагностических центрах, а также как правильно брать кровь из пальца. Используем мы либо правую, либо левую подушечку. И там, и там. Поэтому любой выбирайте, как вам удобно. Учащимся колледжа рассказали и об оснащении современных реанимобилей, которые есть в автопарке скорой помощи. В них всё – от лейкопластырей и бинтов до кислородных баллонов и дефибрилляторов. Вызовы у нас бывают разные. Ездим мы как взрослым, как и детям. Укладки бывают реанимационные детские, реанимационные взрослые. Промывной набор, акушерский набор. В этом году из Люберецкого филиала выпускаются 115 человек. Больше половины планируют работать в государственных медицинских учреждениях. Григорий Ворванин, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В гимназии номер 16 прошли школьные дебаты. Тема дискуссии – одна из самых актуальных в современном мире – вакцинация. Ученики девятых классов изучили все «за» и «против» и вышли на интеллектуальный поединок. Кто победил – расскажем в нашем сюжете. На тему пользы и вреда вакцинации разгораются нешуточные споры среди населения. И единого мнения, конечно, по этому вопросу нет. Учеников девятых классов 16 гимназии этот вопрос тоже разделил на два лагеря. Одни всецело поддерживают иммунизацию, другие – ярые противники прививок. Мы считаем, что это самый эффективный способ по борьбе с вирусами. Лично мое отношение к вакцинации положительное. Но я точно знаю, что вакцину создают люди, а люди могут ошибаться. Свою позицию участники дебатов должны аргументировать. Чтобы доказать свою правоту, приводят известные исторические факты, оглашают статистические данные и делятся личными наблюдениями. Главная идея батлов вызвана актуальной на сегодняшний момент проблемой – проблемой вакцинирования от нового заболевания COVID-19. Потому что, к сожалению, не все еще жители, не все граждане осознали необходимость проведения, получения вакцины, прививки от этой очень заразной и опасной болезни. Дебаты включают в себя четыре тура. После каждого судьи голосуют за лучшего спикера. В составе жюри – ученики из старших классов. Последний этап – опровержение позиции соперника. Капитанам команд дали на задание по три минуты. За это время они должны убедить, что именно они придерживаются правильного мнения о вакцинации. Я решила участвовать в дебатах, так как хотела развить свой навык публичного выступления, ораторское искусство и узнать побольше о вакцинации. Мы искали очень много информации, анализировали, смотрели много видеоресурсов, а также спрашивали людей, брали информацию, откуда только можно было. По результатам первого и второго тура лучшими спикерами стали противники вакцинации, а в финальных этапах, по мнению жюри, удачно выступили сторонники прививок. По результатам дебатов – ничья – обе команды справили задачи и сумели грамотно и аргументированно отстоять свою точку зрения. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Точка, тире или запятая. Во всем мире уже 17 раз писали тотальный диктант. В этом году он прошел сразу в 60 странах. В Люберцах было организовано 4 площадки. Самая многочисленная в музейно-выставочном комплексе. Именно туда и отправилась наша съемочная группа. Какой знак припинания поставить и самое главное – где? Этот вопрос для Натальи Пичугиной не вызывает затруднений. С русским языком жительница Люберец на «ты». Еще в школе она отлично усвоила все правила. Хотя, признается, к тотальному диктанту пришлось освежить воспоминания. Есть у меня специальные книжечки еще со времен школы. Прошлась, обновила свои, воспомнила свои пробелы, может быть, что-то вспомнила для себя. В этом году тотальный диктант писали по произведению Дмитрия Глуховского. В широкой публике писатель известен по романам «Метро-2033» и текст. Светлана Цветкова с творчеством автора не знакома, поэтому вся надежда только на свои знания. За орфографию я практически на 99,9 как бы спокойна. А пунктуация, боюсь, что что-то все-таки подзабуду. Тем более, судя по тому, кто автор этого текста, текст планируется быть сложным достаточно с точки зрения пунктуации. В Люберцах площадки были организованы в Российской таможенной академии, вертолетном заводе, торговом центре и музейно-выставочном комплексе. Текст под диктовку написали около 200 человек. Есть у нас постоянные участники, которые с года в год гонятся за этим сертификатом и считают это своим таким важным достижением, улучшают свою грамотность, чтобы написать диктант в следующем году еще лучше. Результаты тотального диктанта можно узнать на официальном сайте проекта. Отличников поощрят отдельно, вручат сертификат и памятные подарки. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошла экологическая акция «Школа утилизации электроника». Экоактивисты рассказали, почему нельзя выбрасывать старую бытовую технику и батарейки в обычные мусорные контейнеры. А также узнали, какой вред они могут нанести природе. Григорий Ворванин продолжит. Современную жизнь сложно представить без компьютеров, телефонов, принтеров и телевизоров. При этом каждую минуту на свалку отправляется вышедший из строя прибор. Электроника – это самый быстрорастущий отход в мире. По 2019 году 53 миллиона тонн в мире образовалась электроники. Это порядка 7 килограмм на каждого человека в год. И несмотря на то, что прогноз ООН показывает, что будет около 70 миллионов к 2025 году, это один из самых малоперерабатываемых видов отходов. И наша с вами задача – популяризировать вопрос сбора и последующей переработки электроники. Даже небольшая батарейка представляет огромную опасность для окружающей среды. Содержащиеся внутри магний и цинк безвредны, пока корпус аккумулятора не поврежден. Когда у нас с вами разлагается батарейка, корпус достаточно быстро разлагается. Я думаю, что если вы просто, допустим, в воду поместите дома батарейку, вы увидите, как быстро у вас корпус начнет гнить, и из него начнут выделяться все вот эти вот вещества. В больших концентрациях попадают в почву, и плюс еще образуются опасные соединения, а вот это уже для нас с вами опасно. Участники акции признались, используя бытовую технику, не задумывались о вреде, который могут нанести природе сломанные электроприборы. Чаще всего просто выкидываю, никак не утилизирую. Теперь буду специально собирать батарейки и в комплекс их относить. Сдавать в специализированные пункты надо и современные энергосберегающие лампы, и старые ртутные градусники. На протяжении нескольких лет в городском округе Люберцы реализуется программа по раздельному сбору мусора. Во дворах и общественных местах установлены специальные разноцветные контейнеры для батареек, пластика и бумаги. Мы должны создавать некие точки, что ли, некие условия, чтобы где должна быть приемка вот этих всех приборов, отходов, отходов электроники и так далее. Люберцы всегда были на острие самых разных начинаний, и я думаю, что эту работу мы сами успешно на территории будем делать. Сразу после акции старую бытовую технику погрузили в автомобиль и увезли на утилизацию. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В городском округе прошел смотр техники, необходимой для ликвидации чрезвычайных происшествий. Из-за резкого повышения температуры в округе участились случаи возгорания сухой травы. О степени готовности люберецких огнеборцев расскажет наш корреспондент. 42 человека и 21 единица спецтехники – это первый эшелон сил ликвидации чрезвычайных происшествий. Кроме сотрудников МЧС, здесь представители ресурсоснабжающих организаций, которые имеют добровольные пожарные дружины и аварийно-спасательные формирования. Сейчас основное внимание направлено на технику, предназначенную для тушения лесоторфенных пожаров. У нас по 7-8 выездов бывает в день выезжает, особенно в выходные и праздничные дни. Поэтому мы сосредотачиваем всю технику, делаем такой кулак районного звена МЧС, для того, чтобы помогать лесничим. Техника постоянной боевой готовности. То есть в любой момент, когда происходит с ЕДДС или там жители позвонят, эта техника убывает для усиления, для помощи лесникам. Особый противопожарный режим ввели в этом году раньше обычного. Он начал действовать в городском округе Люберца с 20 февраля. Это связано с участившимися случаями гибели людей при крупных возгораниях. С начала этого года пожары унесли жизни 9 человек. Луизей Гязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Рейды по предупреждению травматизма и смертности на железнодорожных путях продолжаются. На этот раз под инспекцию попала платформа Краскова. Недавно там произошел несчастный случай. Наша съемочная группа пообщалась с очевидцами происшествия. Этот проем пассажиры железнодорожной станции смастерили для того, чтобы одним ловким движением бесплатно оказаться на платформе. Несанкционированная лазейка пользуется высоким спросом. Здравствуйте, а вы не боитесь попасть под поезд? Опасно все-таки? Бывает. Желание сэкономить превыше боязни. Если одни это делают исключительно ради денег, то другим жалко тратить время на пешие прогулки. Ходить далеко. Попытка пройти мимо турникетов не всегда может увенчаться успехом. Так произошло 1 апреля. Под колесами электропоезда оказались сразу два человека. До 23 лет, наверное, девушка и парень. Вот это случилось с тем, что не соблюдаются правила движения. Может быть, денег не хватает, может, какие другие причины. Бежали они и умерли. Видел, молодые рано совсем ушли. Чтобы подобное не повторялось, на территории городского округа Люберцы проходят рейды. Представители надзорных органов и администрации выявляют несанкционированные переходы, которые в дальнейшем ликвидируют. Очередь дошла и до этой опасной щели. С силами администрации и железной дороги она будет закрыта в ближайшем будущем. И будем наблюдать за ее исправностью. Проблема заключается в том, что самодельные переходы появляются постоянно. А пользоваться ими или нет, решает каждый. Но в этом году уже семь человек, которые все-таки воспользовались народной тропой, погибли из-за наезда электрички. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 13-й открытый турнир по карате имени дважды героя Советского Союза лётчика-космонавта Виктора Горбатко провели в Люберцах. Подробнее у нашего корреспондента. Среди участников разных возрастов не только юноши, но и девушки. Показательные выступления. Двое нападают на Снежану Пичурину. Пример того, для чего нужно карате. Смысл в том, чтобы двое атаковали, а один защищался и контрат атаковал. В чём карате может помочь? В том, что в самообороне. То, что если, например, на тебя там нападут, то ты можешь легко защититься. Люберцы на турнире представляют 50 каратистов. Всего в спортивных школах округа японским видом спорта занимаются 500 человек. У нас, по сути, представлены почти все олимпийские виды спорта. Самые разные федерации. И понятно, что один из основных видов, в которых принимают участие с родными спортсменами и девушками – это каратай. Начали турнир участники в категории до 30 килограммов. Эмоции каратисты не скрывают. До оглашения результатов спортсмены уже поняли, как прошёл бой. Хорошо выступили, но судьи нечестные. А я считаю честным. Кто делает хорошо, они почему-то за других поднимают кошки. В спортивном зале «Триумфа» собрались команды со всех уголков России, Донецкой области и Армении. Айтадж Чирагова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах проходил турнир по боксу в памяти заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова. В этом году в нём приняли участие больше 200 спортсменов из 40 регионов страны. Победа в соревнованиях гарантирует участие в первенстве страны по боксу среди юношей. Григорий Ворванин продолжит. Спортсмен из Люберец до Лернигматов боксом занимается два с половиной года. За это время провёл 22 боя, в 19 одержал победу. Считает, в этом заслуга не только его, но и тренера, который умеет найти подход и настроить на поединок. Будет уверен в себе, уважает своего соперника и попадает точно в цель. Попадает точно в цель и не позволит сделать это сопернику. Один из главных принципов бокса – в третьем раунде действует лишь наполовину. Обмениваясь ударами в голову и в корпус, спортсмены забывают о защите. За ходом каждого поединка внимательно наблюдают другие спортсмены. Ведь на ринге в этот момент может быть следующий соперник. Следят и тренеры, чтобы дать подсказку. И, конечно, болельщики, среди которых мамы Юлия Стрижакова признаётся, во время боя сына успевает пережить массу эмоций. Первое место в турнире памяти заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова гарантирует попадание на первенство России по боксу. Стимул для спортсменов высочайший. И даже победе в предварительных боях боксёры радуются так, будто выиграли чемпионат мира. Победа в турнире, желаю вам, смотри, сильнейший, 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 качество бокса здесь немножко повыше, чем на таких турнирах. Именно тех, кто получит путёвки на всероссийское первенство по боксу, станут известны после финальных поединков. Ну и продолжая тему бокса, завершился 26-й турнир по боксу в памяти заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова. На протяжении пяти дней сильнейшие спортсмены со всей России боролись за право выступить на первенстве страны. Кому удалось получить путёвку на большой ринг, расскажет наш корреспондент. Бить, бить, бить! Стойте! Молодец! Не шуточные страстики пят на этом ринге уже не первый день, но решающий финальный этап самый волнительный. Друг против друга вышли боксёры, которые удачно преодолели отборочные туры. От исхода этого боя зависит многое. На кону имена, лицензия на участие во всероссийских и международных соревнованиях. Все ребята, которые сюда приехали, они участники окружных своих соревнований, областных соревнований. Есть даже призёры страны, победители округов своих. Это сильные ребята, которые не смогли пробиться у себя на этот момент, приехали к нам на «Спартак». 29 регионов страны ребята представляют здесь на наших соревнованиях. 214 боксёров. Из такого большого количества участников только 36 дошли до финала. Михаил Позняков приехал на турнир из Воронежа. В своём регионе юноша недавно занял первое место. И на этот раз он доказал своё превосходство. Одержал победу над соперником из Башкортостана. Я провёл четыре боя. Самый сложный из них был, наверное, последний. Потому что за четыре боя уже накопилось нового усталости. Соперник очень хороший. Заставил попотеть. Михаилу вручили медаль. За первое место кубок победителя и самый главный приз. Выход на бои ещё более высокого уровня. Всего по итогам турнира в сборную команду России вошли 9 юных боксёров. Луизия Игязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания.